Это новости на канале НСК 49, студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Труд как подвиг. На площади Калинина начались работы по установке стеллы трудовой доблести в честь новосибирцев, трудившейся для фронта во время Великой Отечественной войны. 3 ноября состоится открытие памятника. Парк готовится к открытию. Последние недоделки устраняют в Зальцовском парке. Через неделю на День города там ждут посетителей. Шесть женщин Сергея Есенина на сцене театра «Глобус» совершились гастроли МХАТа имени Горького. Все показы спектакля «Женщина Есенина» по книге Захара Прилепина прошли с аншлагом. А теперь подробнее об этих и других событиях. Практические работы по установке стеллы Новосибирск-город трудовой доблести начались. Первое совещание с выездом на место, напомним, это центр площади Калинина, со специалистами провел мэр города Анатолий Локоть. И вот что стало известно о планах и сроках возведения стеллы. Согласно утвержденным планам, за лето предстоит провести благоустройство территории внутри транспортного кольца, изменить местную схему энергоснабжения для того, чтобы убрать все воздушные линии электропередачи, кроме контактных сетей, троллейбусов и трамваев. Стелла Новосибирск-город трудовой доблести должна быть видна со всех ракурсов. И этому ничего не должно мешать. К тому же проектировщикам пришлось учесть и то, что под центром площади находится станция метро. Поэтому очень точный расчет нагрузок, распределение нагрузок, чтобы не повредить. Ну и кроме того, сзади меня это воздуховод, который должен быть, функционально он остается, но надо его вписать. Он будет вписан в середину как раз самой стеллы, он не будет заметен, но функционально будет работать. Новосибирская стелла, в отличие от подобных других городах, получивших статус трудовой доблести, будет намного выше, вместе с основанием 34,5 метра. Сами конструктивные элементы сооружения изготовят в Москве. Их уже заказали. Договор заключен, так же как заключен договор на основание стеллы, на которую вешатся будут эти панели все, декоративные панели, экраны, на которых будет видеоконтент показан. Ну а по поводу благоустройства, здесь тоже соглашение есть, понимание есть, и работы, как вы видите, идут полным ходом. Ну, трудности заключаются в том, что в центре площади эти работы ведутся. Ко всем неудобствам, которые могут возникнуть в ходе строительства, мэр Анатолий Локоть попросил новосибирцев отнестись с пониманием. Ведь в Новосибирске появляется еще одно памятное место, наряду с монументом славы воинов-сибиряков в левобережной части города. Будет здесь и меньше рекламы. Часть конструкции уже демонтировали, остальные на очереди. Предстоит решить вопрос с финансированием содержания стеллы и самой площади, так как в бюджет эти средства изначально заложены не были. Напомним, что срок окончания строительства стеллы «Новосибирск. Город трудовой доблести» согласован и утвержден. Это 3 ноября текущего, то есть 2022 года. Реконструкция Зальцовского парка завершается в нашем городе. Благоустройство одного из самых больших парков столицы региона завершено более чем на 90%. Есть ли какие-либо замечания к проведенным работам и чем планируют удивить посетителей, узнаете из следующего сюжета. Общая площадь Зальцовского парка составляет порядка 37 гектаров. Из них под благоустройство попало около 7. Здесь заново выложили плиткой центральную аллею длиной в полтора километра и создали сеть отдельных дорожек для велосипедистов длиной в 4 километра. Центральную часть аллеи отдали для спокойных прогулок, а параллельно ей заасфальтировали специальную дорожку для езды на велосипедах, самокатах и скейтбордах. С ходом строительных работ, большая часть из которых завершится ко дню города, ознакомились члены общественного совета проекта партии «Единая Россия. Городская среда», благодаря которому в нашем городе уже удалось благоустроить несколько знаковых для города мест. Михайловская набережная, то же самое, такой же уровень, высокий уровень исполнения, дисперсный парк, Зназо-Тулинки, ну и так далее. На сегодняшний день еще есть несколько проектов, которые находятся в разработке, ну допустим Каменка, вот, и он начал, начался реализовываться этот проект. Андрей Гудовский отметил, что Зайльцовский парк буквально преобразился и даже сумел удивить участников выездного совещания. Мы помним, какой это парк был и какой он сейчас стал. Этот парк сделан для того, чтобы люди приезжали отдыхать. Причем разведены территории для детей, для людей с детьми, для спортсменов, для просто людей, кто хочет погулять, отдохнуть, послушать природу, отлично. В парке установили специальные док-боксы для собаководов и детские эко-площадки из дерева. А чтобы отдыхать здесь было безопасно, за порядком будут следить около 80 видеокамер. Здесь же появились специальные домики для насекомых и птиц, а позже по всей территории будут установлены информационные таблички с названием «Птиц и растений». Оборудовали дорожки для скандинавской ходьбы, а также экотропу, гуляя по которой горожане смогут полюбоваться экспозициями, созданными из растений сибирских сосновых боров. Уже 25 июня, к празднованию Дня города, состоится техническое открытие парка. Хотя его и откроют для посещения в эту дату, некоторые работы завершатся лишь в октябре, когда поступит последнее оборудование. Перенос сроков вызван удорожанием проекта со 170 до 190 миллионов рублей. Военно-патриотическая игра «Юный динамовец» уже второй день проходит в Новосибирске. Участвуют в ней школьники, дети сотрудников различных силовых структур и правоохранительных органов. Мы стали свидетелями стартов в различных конкурсных дисциплинах. И вот как это было. Потихоньку тяни, тяни! Идем и идем! Идем! Раз! Дяги! Перетягивание каната, как и многие другие командные состязания, всегда получаются зрелищными. Когда в таких соревнованиях участвуют дети, выходит еще и весело. К тому же их взрослые наставники, пытаясь как-то помочь своим подопечным, еще больше добавляют азарта. А вот и секрет победы, которым с нами поделилась одна из команд. У нас была своя отдельная тактика, потому что у нас была хорошая командная работа. Мы команда! Военно-патриотическая игра «Юный динамовец» проводится второй раз и, похоже, становится традиционной. Посвятили в этом году приближающемуся 100-летнему юбилею спортивного общества «Динамо». 64 участника соревнований в возрасте от 9 до 13 лет образовали 8 команд. А мериться силами придется как на спортивных, так и на служебно-прикладных этапах состязаний. Вчера у нас были конкурсы «Вперед юный динамовец», преодоление полосы препятствий, стрельба в тире, метание гранаты, надевание противогаза, наложение повязки, люкотлетические эстафеты проводились. Или вот, к примеру, конкурс «Строя и песни». Для команды, которая только что собралась, довольно непросто показать четкий шаг и попасть и в ритм мелодии. Ведь на тренировку времени практически не было. «Строи! Песню запевай!» Спортивное ориентирование – один из самых сложных конкурсов. Здесь надо и карту уметь читать, и бегать быстро, и опять же уметь работать в команде. «Надо найти общий язык, со всеми дружить, поддерживать друг друга и разбираться вместе в чем-то». «По ориентированию заняли второе место с командой и первое в зачете». «Вот из того, что было, что тебе больше всего понравилось?» «Скорее всего, ориентирование и эстафеты». Военно-патриотическая игра «Юный динамовец» так и задумывалась, чтобы каждый ее молодой участник нашел что-то для себя интересное, познавательное. «На данной игре у нас ребята представлены разных возрастов, разной физической подготовки, соответственно. Поэтому здесь как бы конкретно к этому мероприятию непосредственно команды не готовились. Здесь это ребята, дети сотрудников. Они прибыли больше, конечно, здесь пообщаться между собой, ну и тоже, да, показать свои умения, навыки, умение работать в команде, потому что все-таки итог будет подводиться командой». «Мы не будем называть победителя, ведь здесь главное участие. К тому же, если посмотреть, с каким азартом, с какой заинтересованностью команды выполняли все конкурсные задания, то становится ясно – выигрыши все. Сопровождающие участников, зачастую они же и родители, а также организаторы соревнований. Ведь праздник спорта и общения состоялся». Помочь ребенку встать на ноги – такая возможность есть у жителей нашего города. О судьбе полуторагодовалой девочки, ведущей борьбу за жизнь с момента рождения, и о том, как можно ей помочь, расскажет Василий Акимов. «Дети – наши будущие. И стремление помогать им заложено практически в каждом человеке. Сделать это можно разными способами. Например, для того, чтобы помочь этой малышке стать здоровым человеком, можно отсканировать QR-код, который вы видите в углу экрана, и сделать благотворительное пожертвование. Благодаря Вашей помощи полуторагодовалая Полина сможет пройти очень нужный ей дорогостоящий курс лечения. Со здоровьем у нее не заладилось с момента появления на свет. Девочка родилась раньше срока, в тяжелом состоянии. Ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких». «Поражение нервной системы, гипоксия, бронхолегочная дисплазия, множественные пороки сердца. Ну, это из основных вот эти вот у нас были диагнозы. А в 10 месяцев, год назад, получается, в июне 21-го года в Мишалке нам была сделана операция на сердце, устранили дефект в межпредсердной перегородке». Сейчас Полина уже переворачивается, может сидеть и стоять с поддержкой, повторяет движения, возится с игрушками, но все еще не говорит и не ползает. «Как специалисты говорят, что очень высокая вероятность, что ребенок будет ходить. Пока мы, к сожалению, самостоятельно не сидим, не ползает она, ну, естественно, не ходит. Но, как бы, комплексные реабилитации, различные методы, различные подходы говорят, что дадут свои плоды». Для прохождения курса реабилитации, благодаря которому девочка сможет встать на ноги и ходить, требуется более 170 тысяч рублей. Ей проведут восстановительное лечение, направленное на нормализацию тонуса мышц, восполнение отсутствующих двигательных и речевых навыков. Таких денег у родителей Полины нет. Если вы можете помочь малышке встать на ноги, отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Отправлять их можно в неограниченном количестве. Другие способы пожертвований на сайте Русфонда. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Берске. ЧП произошло накануне на одной из строительных площадок в микрорайоне Морской. Во время монтажа системы доснабжения мужчину засыпало грунтом, пояснили в Следственном комитете региона. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Дело возбудили по факту нарушения требований охраны труда, повлекших смерть по неосторожности. И еще об одном происшествии. На этот раз в Держинском районе Новосибирска. По данным Следственного комитета, ребенок залез в трансформаторную будку, которая не была должным образом закрыта. В результате мальчик получил серьезные травмы. Его доставили в больницу. Сейчас правоохранители разбираются, по чьей вине пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело. Творчество и личность Сергея Есенина до сих пор пробуждают интерес у огромного количества людей. О поэте написано немало книг, сняты фильмы. И вот новая работа – спектакль «Женщина Есенина» Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Увидеть эту работу посчастливилось и новосибирцам. На большой сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» 17 июня завершились трюгневные гастроли Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Зрителям был представлен спектакль «Женщина Есенина», который и завершил Уралосибирскую часть большого гастрольного тура театра по России. Сергей, ты хочешь победить хаос в одном отдельном взятом ребенке, да? Это облигается. В Москве спектакль «Женщина Есенина» проходит при полном аншлаге. Огромный интерес он вызвал и у новосибирских зрителей. История судьбы и творчества поэта рассказывается через его отношения с женщинами, начиная от матери и заканчивая последней женой Софьей Толстой. Одной из главных женщин в судьбе Есенина была Зинаида Райх. В спектакле ее роль играет Алиса Гребенщикова. Зина в спектакле в нашем не столько актриса. Мы ее видим в основном Зиной-революционеркой, Зиной с пылающим сердцем, Зиной, которая хочет изменить этот мир. И она меняет мир насколько может. Зина дарит миру Есенина такого, отчасти такого, какого мы его знаем. Одним из главных сценических образов спектакля, созданных режиссером, стало солнце. Оно олицетворяет как женщин Есенина, неординарных, энергетически заряженных, как и сам поэт, так и самого Есенина. Все они светили, как солнце, когда были влюблены, и сгорали, как мотыльки, когда любовь уходила. Литературной основой для спектакля послужила книга Захара Прилепина с Сергеем Есениным, обещая встречу впереди. По словам режиссера, такой объем материала сложно было отобразить в актерской игре. Поэтому многое договаривает сценография. Мы все равно сочиняли свою историю поверх текста, сочиняли. Почему я просила актеров делать этюды, еще что-то. Плюс мы все равно старались все, что не вошло, сохранить в плане атмосфер, в плане перехода. Все равно старались сохранить эти какие-то истории, которые, как Алиса сказала, и политические. И все все равно постарались прошить, несмотря на то, что даже этого не было в самой уже конечной версии инсценировки Лены Исаевой. Актер, который исполняет роль Есенина Андрея Шкурцев, имеет портретное сходство с поэтом. У него голубые глаза и пшеничный цвет волос. А еще он такой же романтик, как и сам поэт. И в его жизни тоже присутствовала мистика. Мне все дарили майки Есенина, брошки. Бабушка говорила, сыграешь Есенина обязательно. И вот из этих маленьких пазлов я потом уже возвращаюсь, вспоминаю, действительно, столько всего дарили, почему-то вот так вот вело-вело-вело. И потом раз, и говорю, я не готовился, не ждал этой роли. Играешь. Спектакль не оставляет равнодушным. Сильные чувства отражаются в стихах поэта. И все становится близко и понятно, дорого и интересно. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.